Около 400 детей с ограниченными возможностями здоровья приехали в котельники из Москвы, Московской области, Челябинска, Рязани, Тольятти, Саратова, Выксы, Казани, Барнаула, Кирова, Мурома и других российских городов. С приветственным словом к собравшимся на 19-м фестивале «Золотая осень-2024» обратилась вице-губернатор Московской области Мария Нагорная. Уважаемые участники, родители, гости, мы безмерно рады вас приветствовать в Московской области. Из каждого региона мы ждем вас каждый год. В этом году 19-й фестиваль. Надеюсь, на следующий год, 20-й фестиваль, мы увидим еще больше гостей. Также фестиваль принял особенных детей из Курска, ЛНР и Республики Беларусь. Для участников организовали тренировки на лошадях, насыщенную экскурсионную программу, а также проживание и питание. Отдельной радостью стало общение с собаками из Щелковского корги-отряда «Маруся и друзья». Они делают так, чтобы атмосфера радости и расслабленности наступала. В общем-то, родители видят сразу же большие изменения в поведении ребенка. И вот сегодня уже человек 7-8 обратились, которые хотят иметь щенка-корги, получить костерную помощь, чтобы подготовили, чтобы жили в семье эти собаки. Потому что у них есть в те моменты такие прогрессы, которые они не могли достичь. Мальчик Женя из Рязанской области еще в августе этого года не разговаривал и был с замкнутым ребенком. А после общения с Марусей он заговорил. Для родителей всех это стало настоящим чудом. Было решено подарить Жене щенка-корги, и теперь ребенка не узнать. Он стал активным, веселым. На фестивале он с удовольствием катался на лошади. На фестивале присутствовали руководство городского округа Котельники, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, лидеры общественных организаций, благотворители и меценаты. Вместе с юнитым спортсменом школы Олимпийского резерва «Белка» Владиславом Промским была перерезана красная лента и дан старт фестивалю. Перед участником мероприятия выступила известная эстрадная певица Наталья Гулькина. Вдоволь пообщавшись с лошадьми, юные участники фестиваля много внимания уделили общению с Корги. Волонтеры знаменитого отряда в очередной раз подтвердили свой девиз «Лучшее слово – это дело». Анана Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.